МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День рождения. О том, какие мероприятия пройдут 26 августа, расскажем в этом выпуске. В преддверии дня Орска в самом центре города открыли доску почета. Подробнее смотрите в этом выпуске. В Орске прокуратура оштрафовала мусорного регионального оператора за невывоз мусора. Более подробно расскажет Татьяна Лакеева. В день рождения Орска в городе пройдут развлекательные мероприятия. Орчане смогут поучаствовать в спортивных турнирах, игровых и концертных программах и многом другом. Итак, что же будет происходить в городе 26 августа? С 10.00 до 12.00 пройдет велопробег «Дарим добро» на площади Комсомольской. С 10.00 до 14.00 выставка-ярмарка продукции предприятий агропромышленного комплекса малого и среднего бизнеса. С 10.00 до 18.00 в Орском кровеческом музее пройдет день открытых дверей. А в 11.00 городской блиц-турнир по русским шашкам в спортивной школе номер один. В 11.00 в саду Шевченко будут открыты творческие площадки спортивно-туристической направленности в саду Шевченко. В это же время в парке строителей пройдет концертная программа «Тебе любимый город». В 11.30 пройдет открытие городского турнира по футболу на стадионе «Локомотив». А в 12.00 пройдут показательные полеты юных авиамоделистов на базе лицея номер один. В 14.00 и в 16.00 будут пешеходные экскурсии. Тайны старого города Орск-центр от Орского кровеческого музея. На Комсомольской площади с 16.00 до 19.00 пройдут пять выставок «Технопарк», «Детство», «Спорт», «Возможности», «Фотогалерея» и «Арт-площадки». Адреса вы видите на экране. Также с 10.00 до 18.00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Полиничка пройдет целая программа. Для арчан будут подготовлены фотозоны, историческое, жили-были, городской арт-вояж, город в объективе музыки. А также вы сможете посетить выставки, мастер-классы и викторины, книжная локация «Орск» и территория творчества. А также концертные программы «В кругу друзей». А что же нас будет ждать на большой сцене? С 11.00 до 15.00 концертная программа детских коллективов. С 19.00 до 20.30 концертная программа «Пою тебе любимый город». А в 20.30 концерт группы «Контингент». Ну и самое главное, в 22.00 нас будет ждать фейерверк. Напомним также, что Василий Казупица предупредил горожан, что звездных гостей в этом году можно не ждать. И добавил, все настоящие звезды сейчас на передовой. И пока наши парни на фронте, мы обязаны поддержать их и морально, и физически. Жители Орска в день города после праздничного фейерверка смогут уехать домой на трамваях. Общественный транспорт будет ждать пассажиров на Комсомольской площади в соответствии с направлением. Три вагона со стороны «Авангарда» отправятся на 240-й квартал, микрорайон Елшанка и ЖД-станцию Орск. Четыре вагона со стороны второго участка отправятся на 240-й квартал, микрорайон Елшанка, на ЖД-станцию Орск и поселок Никель. В преддверии Дня города в Орске по традиции обновили городскую доску почета. На ней новые фото 31-го Орчайна, каждый из которых внес свой вклад в развитие города. На торжественной церемонии отметили и 9 предприятий Орска. Ведетельство вручается публичному акционерному обществу Орскнефти Оркситас, генеральный директор Дудников Юрий Владимирович. Мэр вручил генеральному директору АНОСа Юрию Дудникову свидетельство о занесении на городскую доску почета. Орскнефти Орксинтез в очередной раз стал победителем в номинации «Лучшее промышленное предприятие». Глава города Василий Казупица отметил большой вклад нефтеперерабатывающего завода в развитие экономики и социальной сферы Орска, поблагодарив коллектив за поддержку и помощь в воплощении важных проектов. Такой же документ из рук городоначальника получила сотрудница Центральной лаборатории Армед. Арчанку отметили в номинации «Рабочий года». Ольга еще со школьной скамьи увлекалась естественными науками и решила связать свою жизнь с химией. И вот сейчас ее любовь к своему делу меняет наш город к лучшему. Я лаборант химического анализа. Провожу анализ руды на содержание металлов, золота, серебра, анализ воды, источных и природных. В общем, у меня широкий спектр обязанностей. Для меня это гордость, радость. Вроде как мои заслуги оценены. Мне очень приятно. Строители, заводчане, спортсмены, студенты. На доске почета представители самых разных сфер. Особенно приятно отметить, что в номинации «Медиа-профи года» лучшим стал наш коллега – программный директор радио ТРК «Евразия» Илья Доргов. Безумно приятно, что столько лет работы не прошли зря. И то, что город отметил такой наградой – это безумно классно. И я думаю, что впереди будет еще много побед и доска почета только начало. Наша редакция поздравляет всех, кто в этом году стал гордостью нашего города. Вы большие молодцы. Желаем и дальше добиваться успехов, которые обязательно будут замечены и признаны. Полный список занесенных на городскую доску почета вы можете увидеть на нашем сайте orsk.ru. В Орске 28 августа приступят к благоустройству детского пляжа. Общественную территорию обновят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как сообщает Пресс-служба администрации города Орска, с понедельника на территории начнутся подготовительные и демонтажные работы. Будет работать спецтехника, из-за чего пляж будет закрыт для посещения. После ремонтных работ здесь появятся пешеходные дорожки со скамейками, акватория для купания малышей и специальный спуск в воду для маломобильных людей. В купальный сезон будут работать питьевые фонтанчики, туалеты, кабинки для переодевания, душ, устройство для мытья ног. Организуют прокат шезлонгов и зонтов от солнца. На территорию обустроят вышку для дежурных спасателей и пункт для оказания медицинской помощи. Реализовать проект должны не позднее 1 декабря 2023 года. Напомним, детский пляж победил в конкурсном отборе регионального министерства экономического развития на получение грантов для развития пляжей и обустройства национальных туристических маршрутов. На портале госзакупок появился тендер на капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Уральской в Новотроицке. Речь идет об участке от улицы Советской до улицы Юных Ленинцев вдоль дома номер 2. Заявки принимаются до 1 сентября. Стоимость работ, который включает в себя ремонт дорожного покрытия, тротуаров, семи горловин колодцев, замену бордюрных камней, дорожных знаков и нанесения разметки – более 7,5 миллионов рублей. Напомним, по решению губернатора Оренбуржья Дениса Паслера Новотроицку из регионального бюджета в этом году дополнительно выделено 30 миллионов рублей, на которые отремонтируют два участка дорожного полотна на улицах Уральской и Гагарина. Всего же в 2023 году в городе запланировано привести в порядок 8 участков дорог общей протяженностью 6,5 километров. Полностью план дорожного ремонта должен быть выполнен до конца ноября. Невозможно передать словами боль, которую я испытываю в душе. Я хочу сказать всем спасибо, кто пришел сегодня почти в память сына моему Сергея. Он отдал самое дорогое свою жизнь, защищая нас. Будем помнить, пусть память его будет вечно. В ГА открыли мемориальную доску Сергею Карманову, первому директору физкультурно-оздоровительного комплекса «Горняк», погибшему в зоне проведения специальной военной операции. По случаю открытия мемориальной доски у центрального входа в ФОК состоялся торжественный митинг. Почтить память героя пришли десятки гайчан, коллеги, знакомые, друзья и родные Сергея Ивановича. Звучало немало теплых слов о нем, слов поддержки семье погибшего. Каждый из присутствовавших воспринимает смерть Сергея Карманова как личное горе, подтверждая, что он был человеком особенным, оставившим след в сердцах людей, знавших его, навсегда вписавшим свое имя в историю нашего города. О Сергею Ивановиче можно говорить очень много, в трудное для страны время Сергей Иванович не стал прятаться за спинами других, он был настоящим мужчиной. Он выполнил достойно свой воинский долг, цену и собственность жизни. Он был незаурядным человеком, прекрасным спортсменом, тренером, хорошим хозяйственником, прекрасным сыном. Но память о Сергею Ивановиче будет в наших сердцах всегда. Сергей Карманов родился в ГАЭ 17 января 1986 года, окончил обучение в гимназии, после поступил в Оренбургский государственный педагогический университет. Из-за наличия в УЗИ военной кафедры вместе с высшим образованием он получил и звание лейтенант запаса. Поле 15 лет своей жизни Сергей Карманов посвятил тренерской работе. Трудился преподавателем по велосипедному спорту, возглавлял спортивную школу, фок-горняк и ледовую арену Купрум. После объявления частичная мобилизация получил повестку и 11 октября прошлого года отправился на боевое слаживание в Нижнюю Павловку Оренбургского района. 5 марта 2023 года командир мотострелковой роты старший лейтенант Сергей Карманов погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя боевое задание по освобождению села Новобахмутовка. Награжден орденом мужества посмертно. Мой папа ушел на войну, а значит я дочь героя. Он защищал страну, и теперь я слезы не скрою. Я всегда буду папой гордиться. Он погиб, защищая страну, Смир спасая, отгонялся фашистов, И жизнь отдал за отчизну свою. Я гордиться им буду всегда. Он герой, это горе и радость. Мне его не забыть никогда. Было трудно, пронесуя сквозь многие годы Боль и память об этой войне, И рассказываясь буду народу, как был приятный мой пап в стране. Было трудно, но он не сдавался, Было больно, но он не кричал. До последнего вздох отражался, Победу в войне приближал. Жизнь его в один миг оборвалась. У героя такая судьба. Мне о нем только память осталась. Я ее принесу сквозь года. Директор филиала регионального мусорного оператора природы оштрафован после прокурорской проверки. Прокуратура Ленинского района установила, что на территории Орска природа вывозила бытовые и производственные отходы выборочно. По определенным адресам мусор не вывозился вообще. В адрес руководителя администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По постановлению прокурора, руководитель филиала природы привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. 67-ю школу капитально отремонтируют впервые за 50 лет. Обновляют фасад, кровлю, помещения. Учебные кабинеты оснащают современным оборудованием и мебелью. Работы ведутся по программе модернизации школьных систем образования. Средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов. Сегодня сенатор Андрей Шевченко встретился с руководством школы и подрядчиком. Обещают сдать объект до начала учебного года. Такие школы должны все быть. Очень современные, технологичные. Мы проговорили, я уверен, что здесь будет еще дополнительно сделано благоустройство. Я думаю, что город обязательно подключится, поможет вместе с депутатами, которые вот здесь, на этом округе. А в целом, хочется сказать, что если по этому объекту, то очень качественно профессионально сделано. Не обошлось в ремонте и без сложностей. Оказалось, что в проект реконструкции не были включены актовый зал, входная группа, а также вся система электропроводки. Мы несем гарантию за сделанную работу. А проинтанты не несут ни за что. Вот они забыли полы. Мы им позвонили, ребята, как? Мы дорисуем. А где мы возьмем эти деньги, чтобы их положить? В итоге общая стоимость работы увеличилась. Но для бюджета незначительно, поскольку подрядчик взял дополнительную нагрузку на себя. За счет разумного подхода к делу и наличия собственного производства у него получилось сделать такой подарок. Когда нам говорили, что вот еще полтора года назад о том, что наша строительная отрасль не сможет и не справится, оказалось, что мы все умеем делать. И очень хорошего качества, и по нормальной цене. И многие строительные и материалы, и то, что используются в строительстве, делаются в Оренбургской области. Масштабное преображение 67-й школы стартовало в конце апреля. А уже начало нового учебного года более 700 оренбургских учеников встретят в удобном и современном образовательном учреждении. Евгения Топорова, Владимир Жидов В Орске на Никельской объездной столкнулись ВАЗ-21099 и «Больший груз». От удара легковушку выбросило в кювет. К счастью, по нашим данным, водитель отделался ссадинами. Обошлось без жертв. В парке Северном Арчане развлекаются как могут. Кто-то приходит погулять или поиграть на детских площадках, а кто-то находит развлечение в другом. Например, ломают то, что им не принадлежит. На кадрах, которые прислали в редакцию Орск.ру, видно, как подростки расшатывают столб с плафонами. За это они попадают в рубрику «Чмо. Человек, мешающий обществу». Кстати, на эти плафоны уже не раз покушались вандалы. И еще в апреле несколько штук было ими разбито. А еще они вырывали урны из плитки вместе с креплением. Мы не раз обращались к директору спортивной школы «Надежда» Владимиру Иваненко по различным жалобам, орча на том, что где-то что-то поломано. Но зачастую это дело рук самих гаража. Например, еще в апреле вандалы сломали качели, руль на карусели, детский стульчик и фигурный столик. Вспомним еще на беге на беседку. У подростки прыгали по ней, не реагируя на замечания окружающих. Ну и вишенкой на торте стала детская площадка. Горка лежала на земле, ограждения, которые должны обезопасить детей, расшатаны и сломаны. А где-то и вовсе отсутствовали. Если вы застали на месте преступления человека, мешающего обществу, присылайте нам свои фото и видеоматериалы с небольшим описанием и контактными данными. Наши пароли и явки вы видите на экране. В ГАЭ задержали 19-летнего орчанина, выполнявшего роль курьера у мошенников. Работу парень нашел в интернете и за недолгую карьеру успел забрать 300 тысяч рублей у пожилой гайчанки, которой сообщили, что ее внучка попала в ДТП. Курьер успел отправить преступникам 290 тысяч. Десять оставил себе в качестве вознаграждения за проделанную работу. В отношении молодого жителя Орска возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Хочу обратиться к молодым людям, которым в интернете пишут неизвестные и предлагают работу, что большие проценты будут, что будет много денег, там за час можно заработать 10-15-5 тысяч. Это мошенники, они обманывают людей, нанимают таких дураков, как я, который повелся на это. И в этом раскаиваюсь. Не бывает легких денег, не ведитесь на это, не предоставляйте никакую себе информацию, как вас зовут, где вы живете, паспорт, карту. Ничего себе. Я повелся, я сожалею в этом и не буду с такими, как я. В Оренбургской области провели профилактическое мероприятие «Работодатель». Правоохранители искали нарушителей миграционного законодательства. Цель операции – стабилизация миграционной ситуации, оздоровление криминогенной обстановки, выявление работодателей иностранных граждан, нарушающих законодательство. В ходе ОМП провели 863 совместных рейдов. Проверили 527 работодателей, 317 мест компактного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства. Пресечено 647 административных правонарушений, составлено 300 протоколов. Привлечено к ответственности за нарушение правил привлечения и использования труда иностранных граждан 347. Возбуждено 9 уголовных дел по статье «Эффективная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства» по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. У МВД России по Оренбургской области принято решение о неразрешении въезда на территорию России в отношении 44 иностранных граждан. В Оренбурге за лето в ходе всероссийской акции «Вода России» убрано 300 километров береговых линий. Регион активно участвует в экологической акции с 2019 года. При поддержке Минприроды Оренбургской области во всех муниципалитетах проводятся субботники на берегах рек, озер, водохранилищ, прудов и родников. К работе присоединяются волонтеры, сотрудники социальных учреждений и производственных предприятий, студенты, школьники и неравнодушные жители. Этим летом около 3000 добровольцев разных возрастов и профессий провели 184 субботника, собрали 4000 кубометров мусора. Уборка проходила на берегах 36 рек, в том числе на Урале, Илеке, Самаре, Самарке. Наведен порядок и на озерах Песчаная, Свистун, Большое, Мраморное, Октябрьское, на прудах Будамша, Котлован, Бабятский яр, Казачий, Плотина, Гремучий, Старая мельница. От мусора и сухостоя очищены берега Елшанского, Черновского, Никольского и Бобринского водохранилищ. Акция «Вода России» – это часть федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Она продлится до октября. Расписание указано в календаре на сайте берегдобрыхдел.рф. Здесь же можно предложить свое экологическое мероприятие. После подведения итогов всероссийской акции будет составлен федеральный рейтинг регионов-участников. В областном центре прошла торжественная церемония открытия Кубка губернатора Оренбургской области. Переехал хоккейный турнир в этом году из-за продолжающихся ремонтных работ в Орском дворце спорта «Юбилейный». Началась церемония с зажигательного шоу барабанщиков, а потом почетные гости поприветствовали всех на Кубке. Председатель регионального ЗАГСОБа Сергей Грачев, министры сельского хозяйства Сергей Балыкин и спорта Олег Панькин пожелали удачи командам. А после начался матч между Орским Южным Уралом и Ижевским хоккейным клубом «Ишсталь». Встреча закончилась со счетом 6-3 в пользу арчан. Хоккейный турнир продолжится до 27 августа. Субтитры создавал DimaTorzok